Здравствуйте! Это Русский Космос. Год назад с космодрома Байконур стартовал первые за долгие годы российский научный космический аппарат «Спектр-Р», более известный как «Радиоастрон». Россия вернулась в научный космос. И сегодня о первых результатах работы этого космического аппарата, этой научной лаборатории, этого удивительного радиотелескопа рассказывает руководитель ранней научной программы «Радиоастрон», доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией астрокосмического центра «ФИАН» Юрий Ковалев. Добрый день, Юрий! Здравствуйте! Итак, у «Радиоастрона» есть 12 научных программ, среди которых изучение черных дыр и вопросов, связанных с многомерностью пространства. Физика нейтронных звезд, образование звезд и планет. А что еще изучает «Радиоастрон»? Я начну сначала с ранней научной программы. Задача ранней научной программы – это первые научные эксперименты, которые ставим мы в течение первого года. Сейчас было принято решение о продлении этого срока до полутора лет. Это задачи, которые, с одной стороны, крайне важны и интересны для науки, с другой стороны, их реально решить за такой промежуток времени. Ранняя научная программа концентрируется вокруг трех направлений. Это исследование ядер активных галактик, исследование пульсаров – это быстро вращающиеся нейтронные звезды, и исследование областей мазерного излучения – это так называемые протозвездные, протопланетные области, области, в которых рождаются звезды и планеты. Потом у нас начнется работа в рамках открытой программы. Мы будем ждать заявки в рамках открытой программы по разнообразным ключевым научным задачам. И вот то, о чем вы говорили, 9 направлений – это те 9 направлений, в которых мы ожидаем получить заявки от мирового сообщества. И в дополнение к трем основным перечислям, которые мы начали уже, над которыми работали в рамках ранней научной программы, несомненно, это будет исследование черных дыр, главным образом сверхмассивных черных дыр, массой порядка миллиардов солнечных масс в центрах далеких галактик. Это будут программы по исследованию характеристик межзвездной среды. Очень важно, потому что это нам даст информацию о том, как портится излучение, которое идет от космических объектов до Земли. Это крайне важно астрономам, для того, чтобы мы могли восстановить изначально уровень излучения, зная о характеристиках среды. И если нам повезет, если все будет хорошо, то мы даже сможем провести эксперименты по проверке предсказаний из общей теории относительности Эйнштейна и измерению гравитационного потенциала. То есть исследование гравитационного поля, которое вокруг Земли и вплоть до Луны. Потому что наш спутник летает по высокой лептичной орбите, вплоть до расстояния примерно от Земли до Луны. Юрий, когда мы готовились к этой программе и смотрели на технические характеристики, на возможности радиоастрона, прозвучала такая фраза, что в своей области сегодня радиоастрону равных нет. Именно этим, как я понимаю, и обусловлено ожидание заявок на исследование. Да, несомненно. И это принцип, по которому планируются и строятся все или почти все современные крупнейшие телескопы мира. Дело в том, что если вы вкладываете значительные финансовые средства в разработку того или иного телескопа, то вы должны ожидать получить значительный, серьезный, интересный новый научный результат. И этот результат можно получить в том случае, если новый телескоп дает вам какие-то возможности, которых раньше у вас никогда не было. И по такому же принципу был запланирован и осуществлен проект радиоастрон. А именно с помощью него мы можем изучать наиболее компактные детали Вселенной. Или, перефразировать немножечко по-другому, мы можем изучать объекты Вселенной с небывалой доселе четкостью. И вот этим определяются те ожидания новых научных результатов, о которых мы говорим. В формулировке задач, которые поставлены перед радиоастроном, есть такая фраза. Многомерность пространства. Кто-то для себя предполагает, что существует мир, антимир, над ним еще мир, что существуют не наши привычные, скажем так, определения трехмерности пространства, но и другие измерения. Насколько верно вот это утверждение или под многомерностью вы понимаете совершенно иное? Это хороший вопрос. Надо честно сказать, что не ко мне. Идея здесь в том, что любая наука, если это серьезное исследование, стартует с какого-то экспериментального понимания физики Вселенной. Или, если не стартует, то, по крайней мере, на каком-то из этапов проверки предложенной теории вам нужны экспериментальные результаты, результаты астрономических наблюдений, которые вы сможете проверить или с которыми вы сможете сравнить предсказания вашей теории. И речь идет именно о том, что существует теория многомерности Вселенной, которая предсказывает определенные ожидания по результатам научных экспериментов, которые, мы надеемся, сможет дать проект Радиоастрон. Об этом речь. Можно ли благодаря зеркалам увидеть другие миры? Можно, ответят земляне, читавшие Льюиса Кэрролла. Но это сказки. Можно, подтвердят ученые. И это почти реальность. Год, как работает на орбите Радиоастрон, который своими зеркалами-антеннами изучает таинственные черные дыры. Не обязательно надо создавать телескоп сплошной, а можно работать кусочками телескопа, кусочками линзы или кусочками зеркала. Вот радиоастрономы работают кусочками очень большого зеркала. Один кусочек зеркала мы запускаем в космос, а остальные кусочки того же самого зеркала находятся на Земле. Все эти кусочки называются радиотелескопами, а образуют они единый большой радиотелескоп. На его создание ушло более 30 лет. В прежнее время разработки ученых казались фантастикой. Первый проект телескопа был размером 1 километр. Из практических соображений телескоп свели к 10 метрам. То, что Радиоастрон стал нашими глазами во Вселенную, не просто красивое сравнение. Этот радиотелескоп, выпущенный в космос, он создает такую проекцию. Мы с большого расстояния смотрим на один и тот же предмет, и тем самым разглядываем его уже с большой подробностью. Используя высокое угловое разрешение, Радиоастрон дает возможность детально рассмотреть далекие космические объекты. Открывается совершенно новое качество исследований, поэтому в ближайшем будущем загадок, связанных с черными дырами, будет меньше. Черная дыра – это объект, который получается в результате катастрофического сжатия какой-либо массы. Например, масса газа. Если эта масса газа сжимается очень сильно, силы тяготения, поля тяготения вокруг нее нарастают необычно сильно. И настолько сильно, что не выпускает ничто из той области, которая ее окружает. Внутри черной дыры сила гравитации столь велика, что время как бы замирает. Граница является точкой сингулярности, где время и пространство теряют свой смысл. Если мы попадаем в черную дыру, то вообще говоря, согласно современной теории, можно прилететь мимо сингулярности и попасть даже в другую Вселенную. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока невозможно. Однако с помощью радиоастрона можно уже реально наблюдать за таинственными объектами, открывать все новые их свойства и выдвигать новые теории. Если я знаю какую-то красивую гипотезу, которую можно проверить, и она достаточно обоснована, ничему не противоречит, мне это представляется исключительно интересно. И я тут же начинаю думать, как бы это можно было действительно в ближайшее время проверить и убедиться, что это правильно или неправильно. Когда-нибудь путешествия через черную дыру в другие измерения, как в сказке про лису и зазеркалье, станут действительно реальными. Вот следующий вопрос как раз про черные дыры. Дело в том, что многие ученые ожидают, ну скажем так, их фактического открытия и утверждают, что это открытие будет равно Нобелевской премии. То, что за открытие природы черных дыр Нобелевской премии просто даже мало. Насколько верны эти утверждения? Насколько серьезно может изменить науку представление о мире, о строении Вселенной, галактике, именно понимание черных дыр? Наше современное представление о Вселенной практически невозможно без принятия этого факта, что черные дыры существуют. Не тот факт, что без них невозможно совместить все наблюдательные данные вместе и объяснить тот эффект или этот эффект, а просто доказать, что черная дыра существует вот она. Если бы ученым это удалось, это действительно было бы крайне важно для современной науки. Это не перевернет наше представление о Вселенной. Однако это подтвердит наше представление. Если же окажется, что мы неправы и черных дыр не существует, тогда, естественно, это потребует от нас пересмотра громадного количества теорий. И мне кажется, что это нереально. И вы считаете, что радиоастрон сможет это сделать? Мы считаем, что радиоастрон позволит нам намного ближе подобраться к решению этой задачи. Почему я говорю так аккуратно? Я сейчас объясню. Потому что вопрос о том, что же является доказательством существования черной дыры, это вопрос не такой простой. Поэтому мне намного проще сказать, что может сделать радиоастрон, или, по крайней мере, что попытается сделать радиоастрон. Черные дыра – это очень тяжелый объект, за пределы которого свет выйти не может. И вот пределы эти определяются таким понятием, как гравитационный радиус. Его достаточно легко посчитать, если мы знаем или предполагаем массу этой черной дыры. Представим, что мы наблюдаем далекую галактику активную, в которой в центре находятся черные дыры. Мы можем примерно прикинуть, какой должен быть размер этого гравитационного радиуса, фактически размер той области, за пределы которого свет выйти не может. Что это означает? Что если мы сможем этот объект увидеть? Ну, естественно, мы его не увидим, да, он черный. Не надо надеяться, мы не увидим. Мы также не увидим излучение, которое находится сзади него. То есть, что мы сможем увидеть? Мы надеемся, что нам удастся, если повезет, увидеть так называемую тень от черной дыры. То есть, мы увидим или бублик, или дырку от бублика. Вот именно дырку мы и хотим увидеть, естественно. Либо такой полумесяц. Почему это уникально? Почему никто раньше эту дырку от бублика не увидал? Да проблема заключается в том, что эта дырка, она очень маленькая, и бублик маленький. И вот как раз я и сказал в начале наших этих обсуждений, что ниша проекта радиоастрона – это способность увидеть очень компактные объекты. И вот благодаря тому, что мы сможем исследовать очень маленькие объекты, мы попытаемся увидеть эту дырку от бублика. Значит, что нам может помешать? Если перед этим бубликом и дыркой находится вещество, которое поглощает излучение, то есть фактически экран какой-то, то нам не повезет, мы этого не увидим. Но никто раньше никогда не пробовал. Мы попробуем, и мы это увидим. Существует как минимум две галактики, которые находятся близко к нашей Земле. Всего лишь на расстоянии 16 мегапарсек, 10 мегапарсек, 5 мегапарсек, в отличие от тех гигапарсек, которые обычно, на расстояниях примерно гигапарсек, обычно находятся те квазары, которые мы исследуем. Так вот для них нашего разрешения, то есть возможности излучать эти компактные области, достаточно для того, чтобы попытаться увидеть этот самый бублик. Юрий, скажите, пожалуйста, какие результаты вот уже сейчас за год работы получены? Насколько полученные данные важны и интересны современные науки? Ну и, собственно говоря, это то, чего вы ожидали, вы, астрофизики? Это очень хороший вопрос, потому что он мне позволяет наконец-то сказать, что ну не за год работаем. Не за год? Не за год. Мы запустились в июле прошлого года. Потом мы проводили очень долгие, тяжелые, многоступенчатые тесты. У нас ушел тот объем времени на все эти тесты, которые мы изначально и планировали. То есть если мы вот всю эту работу задержали на какой-то срок, то не больше, чем на полмесяца-месяц, что на самом деле удивительно. Потому что после того, как мы проверили наш телескоп в режиме одиночной антенны, мы, собственно, стали его проверять в режиме интерферометра, когда он работает совместно с наземными телескопами. И эти проверки все окончились успехом во всех наших диапазонах. Вот с запуска, с середины июля 2011 года до примерно января 2012 года. Примерно полгода или чуть больше, чем полгода. Наша ранняя научная программа началась в феврале 2012 года. То есть это такая отладка понадобилась, чтобы все параметры вывести и все согласовать? Да, да. Это была абсолютно колоссальная работа. И я должен сказать, что ее результаты превзошли, по крайней мере, мои ожидания. Не знаю, либо я пессимист, либо я реалист, а нам повезло. Но все основные ожидания, которые мы имели от нашего проекта, все они реализовались на базе этого запущенного спутника. То есть у нас вопрос не в том, упал он в океан или летает он вокруг Земли. У нас, извините, на борту водородный стандарт частоты. Это атомные часы, которые за всю историю были запущены второй раз в космос. Мы впервые в жизни запустили российского производства атомные часы. Они работают. Они не просто работают. Они работают, выдавая нам ту стабильность. Частоты до ту стабильности хода часов, которую мы ожидали и которая нам нужна для проведения исследований. Мы должны были проверить, как они работают. Естественно, проверка самого аппарата. Проверка нашего телескопа и проверка и калибровка, работающего в режиме так называемой одиночной антенны. То есть когда работает только космический аппарат. Мы отрабатывали по разным космическим объектам. Мы многие-многие вещи проверяли. Не забудьте, у нас 4 независимых диапазона, в которых мы работаем. 4 приемника. 92 сантиметра, 18 сантиметров, 6 сантиметров, 1,35 сантиметра. В каждой приемнике абсолютно уникальны. В постройке приемника участвовали Соединенные Штаты, Финляндия, Голландия, Германия, Индия, Австралия. Ну и, естественно, Российская Федерация. Нам нужно было проверить, как наводится инструмент. Нам нужно было отладить связь между космосом и Землей, потому что у нас идет широкий поток научных данных на Землю. Я не думаю, что есть хоть какой-то другой спутник не только в нашей стране, но, наверное, за рубежом, который должен такой широкий поток информации гнать на Землю. Когда вы заговорили о том, о самом главном, наверное, инструменте, который помогает настроить все остальные, вы сказали про атомные часы. Они, насколько я понимаю, нужны на такой машине для того, чтобы иметь точки отсчета. Потому что плюс-минус секунда в этой ситуации невозможно. Плюс-минус секунда — это световые годы, это неверное определение местоположения галактики. И именно поэтому идет разговор о водородных, об атомных часах. Я правильно вас понимаю? Вы правильно понимаете, но ситуация еще хуже. Нас не устраивает точность не только секунды, но и даже самые малые доли этой самой секунды. Для того, чтобы получить результат, который позволит нам делать новую науку, мы должны иметь возможность совместить записи научных наблюдений, которые получены в космосе, с записями, которые получены на Земле, на наземных телескопах, от наблюдений того же самого объекта, в те же самые моменты времени, в том же самом диапазоне длин волн, с точностью до атомных часов. Если мы не можем их наложить с хорошей точностью друг на друга, у нас результата не будет. Не смысл, что у нас будет отрицательный результат. У нас не будет никакого результата. В науке часто отрицательный результат — тоже результат. Так вот у нас не будет даже его. У нас вообще ничего не будет. У нас будет просто неработающая машина. И даже если мы сможем совместить наши записи с точностью до этих далей секунд, до этого недостаточно. То есть получается, что физиков, которые работают в ЦЕРНе, устраивает 99,99,99, а вам надо сразу 100. Нет, 100 нам не надо. Нам нужна как раз точность атомных часов. Да, потому что у нас такой эксперимент. Это методика радиоинтерометрии с свердлинными базами, которая была предложена в 60-е годы советскими, между прочим, учеными. Матвеенко, Кардашовым и Шаламитским. Кстати, один из них является научным руководителем проекта «Радиоастрон». Она требует, чтобы мы могли не только совместить с очень высокой точностью, но еще и чтобы во времени вот это вот не плавало. Потому что атомные часы, они важны именно тем, что когда я наблюдаю одну минуту, две минуты, пять минут, десять минут, у меня не происходит этого самого расплывания. С февраля мы говорили, что мы вели раннюю научную программу, но мы также и неторопливо завершали тесты. Наши тесты завершились успехом и на самой короткой длине волны. На 1.3 см она самая интересная, естественно. Мы на этой волне получили положительный результат наших испытаний. То есть мы получили полный, стопроцентный успех во всех диапазонах, которых мы запланировали. Каждый из этих диапазонов, я постоянно про них говорю, он важен для решения тех или иных задач. Если мы хотим исследовать окрестности сверхмассивных черных дыр, нам нужно идти на самые высокие частоты. Если мы хотим исследовать пульсары, нам намного более длинные волны интересны, 92 см, 18 см по определенным причинам и так далее. Здесь оперируют нано и пика секундами. Человеку почувствовать такую точность не дано. По атомным часам Института радиотехнических измерений сверяет время вся страна. Национальная шкала времени, которую мы здесь формируем, она имеет характеристики, то есть погрешность, накапливаемая за сутки, составляет приблизительно несколько стомиллиардных долей секунды. Атомному времени столько же лет, сколько и космонавтики. Полвека. Бурное развитие квантовой физики привело к тому, что в середине 20 века появились первые атомные часы. А Международный комитет по мерам и весам принял решение перейти на атомный стандарт. Вот он, современный эталон времени, цезивый репер частоты, прибор за стеклом. Заходить в комнату нельзя, чтобы внешний мир не мешал работе. Но если говорить о точности, то речь идет о 10-миллионной части миллиардной доли секунды. Даже выговорить сложно. Казалось бы, что еще может быть точнее в природе? Оказывается, может. Нейтронные звезды. Пульсары или нейтронные звезды — это то, во что превращаются звезды после своей гибели. Взрываются, быстро закручиваются, появляется шар с железной оболочкой и огромные силы притяжения, излучающие волны. Пульсары открыли английские астрономы в 1967 году. Информация долго была секретной. Думали, что это сигнал внеземных цивилизаций. Ведь не могут природные объекты давать радиосигналы, которые повторяются со строго периодичностью. Привлекали даже шифровальщиков. Если бы мы захотели с кем-то вступить в контакт, например, можно передавать какое-то осмысленное сообщение. А можно подавать позывные. Позывные никакой информации не несут, только говорят «мы есть». Какие позывные бы тогда сделали? Импульсы вот такие, периодически следующие, которые вроде бы в жизни не должны образовываться. Если бы пока не открыли пульсары, так думали. Идею использовать пульсары для сверки земных часов предложили российские ученые. Точность звездных импульсов превосходит атомный талон на несколько порядков. Получается, что вскоре на вопрос, который час человечеству будет отвечать Вселенная. В июне этого года в Пущино прошло заседание Международного научно-координационного совета миссии «Радиоастрон», на котором было предложено организовать конкурс наблюдательного времени вокруг ключевых научных программ. Вы имеете сегодня к научно-координационному совету, в общем, как я понимаю, самое прямое отношение. В чем заключается смысл вот этой международной коллаборации вокруг этого проекта? И вообще вокруг астрофизических таких исследований, радиофизических исследований, в чем суть этого совета? Во-первых, конечно же, мы все знаем, однако голова хорошо, две лучше. А мы здесь говорим не про две головы, а примерно 30 голов. И не просто голов, а голов, которые представляют, с одной стороны, разные международные ресурсы, которые все вместе нужны для реализации научной работы проекта «Радиоастрон». «Радиоастрон» — это интерферометр, космический радиотелескоп работать вместе с наземными, и без крупнейших наземных нам делать нечего. Вторая идея связана с тем, что наши коллеги в мире, включая нас, но далеко не только мы, имея достаточно обширный опыт в проведении подобных научных исследований. Просто-напросто совет о том, как лучше все это сделать, всегда оказывается очень полезным. Этот Международный научно-координационный совет работает в общей сложности уже несколько десятков лет. Через все эти годы, когда миссия только планировалась, строилась, вот сейчас после запуска мы его реорганизовали для того, чтобы он отвечал нашим современным реалиям и требованиям. А с третьей стороны, переходя уже к конкурсу научных заявок, этот подход реализован не на всех, но на большом количестве международных крупнейших телескопах, на всех радиотелескопах. Подход следующий. Наши крупнейшие радиотелескопы настолько дороги, что невыгодно распределять наблюдательное время на них по принципу красивых глаз или, выражаясь более понятно, по национальному признаку. То есть, если эта страна построила телескоп, то его время доступно только для ученых этой страны. Страна или консорциум стран, вкладывая деньги в телескоп, этого они хотят иметь наибольший, наиболее интересный, сильный, яркий научный выход. И это реализуется через открытый конкурс научных заявок. И мы изначально планировали так сделать. В рамках этого заседания, которое было в июне года, мы уже обсуждали конкретные детали, как это будет реализовано. Мы ожидаем во второй половине августа, то есть скоро, уже объявить, пригласить мировое сообщество. Мы напишем наши планы, что бы мы хотели делать с проектом «Радиоастрон» в рамках ключевых научных направлений. Потом мы предполагаем организовать, скорее всего, мы это сделаем в Европе, встречу, где съедутся все представители всех международных групп, для того, чтобы судить, как двигаться вместе дальше, организовать ряд международных консорциумов, чтобы проводить решательные научные задачи в рамках «Радиоастрон». И потом вот эти консорциумы к 1 февраля подадут уже официальные заявки и Международный научный комитет, который состоит как из российских, так и из зарубежных ученых, которые имеют уважение в мире, для того, чтобы его рекомендации воспринимались серьезно. Вот этот комитет будет рассматривать эти заявки и уже раздавать наблюдательное время, или точнее раздавать рейтинг заявкам. Обычно мы делаем это градации А, Б, Ц, самые сильные заявки, средние, и те, которые, к сожалению, нужно опустить в помойную корзину. Он видит то, что не подвластно никому. Через миллиарды световых лет его взгляд устремляется к границам мироздания. Телескоп «Радиоастрон» У человечества теперь есть собственные глаза во Вселенной. Это работает так. Телескопы в космосе и на Земле смотрят на какой-то объект, например, звезду, и объединяются в один огромный телескоп. Это и называется космический интерферометр. Чем выше орбиты спутника, тем больше диаметр этого воображаемого телескопа. Вот эти разные телескопчики, которые расположены на Земле и в космосе, они как бы синтезируют огромную антенну с диаметром до Луны. 27 лепестков «Радиоастрона» раскрылись гигантским космическим цветком 18 июля. Самые крупные радиотелескопы мира настроились на работу с российским спутником. Несколько месяцев на тестирование систем летные испытания. И вот первый сигнал от «Радиоастрона». Научные данные стали поступать в Пущинскую обсерваторию. Аппарат сейчас находится на своей орбите на удалении от нашей станции порядка 90-100 тысяч километров где-то. Вот с этого расстояния мы, значит, принимаем информацию. Резкий скачок на графике и есть. Начало передачи данных. Это означает, что в поле зрения «Радиоастрона» пульсар в карбовидной туманности. Вот так ее видит антенна спутника. Сигнал из космоса даже лучше, чем ожидали. Теперь надо собрать единую информацию со всех антенн и построить изображение пульсаров, квазаров и знаменитых черных дыр. После этого построение, возможно, будет построение карты изображения, радиоизображения этого источника. И после этого ученые начинают делать выводы о структуре этого источника, о тех процессах, которые там происходят. Вот в этом, собственно, заключается сам процесс радиоинтерферметических наблюдений. У астрофизиков сейчас бессонные ночи. Уйдут еще недели и месяцы, прежде чем мир увидит границы Вселенной. Время, которое отсчитывают ваши атомные часы на радиоастроне, ваш друг, время, которое течет на Земле и время, которое существует сам радиоастрон, ваш враг. Работа радиоастрона рассчитана до 2016 года. Вам хватит этого времени? Нет. На самом деле работа радиоастрона рассчитана следующим образом. Год запуска плюс 5 лет, потому что 5 лет – это ожидаемое время работы проекта радиоастрон. На самом деле на борту нашего космического радиотелескопа диаметром 10 метров нет ни одной детали, которая ровно через 5 лет скажет «упс» и умрет. Это некоторая средняя оценка. Надо сказать, что НПУ у меня Лавочкина достаточно успешно производила спутники, которые жили и значительно более долгий срок. Деградация спутника ожидается медленная, под влиянием космического излучения, которое может те или иные элементы аппарата подпортить. Однако нам нужно понимать, что что-то может выйти из строя, но при этом аппарат будет продолжать работать в высвеченном варианте или может быть все это совсем сломается как и до 2016 года, так и позже, дай бог сильно позже 2016 года. На ближайшие 5 лет очень хорошо видно, или осталось уже 4 года, очень хорошо видно, что нужно делать. С помощью наших международных коллег, включая нас, с помощью этих международных групп, мы уже окончательно сформируем нашу ключевую научную программу. Основные идеи, конечно же, известны, но ее реальное воплощение будет основано на этих заявках, которые будут поданы 1 февраля следующего года. Я уверен, что эта программа, даже она уже захочет идти дальше, чем до 2016 года, хотя реально мы пока будем только обсуждать ближайший год. То есть открытое наблюдательное время у нас пойдет с середины 2013 года. У нас есть очень много что делать. Предыдущий проект, японский, аналогичный, который даже близко не имел те возможности, которые имеет радиоастрон, проработал, если я не ошибаюсь, больше 10 лет. Я вас уверяю, что с теми уникальными возможностями, которые дает радиоастрон, у нас будет что делать значительно больше, чем эти несчастные 4 года, которые остались до 2016 года. Спасибо, Юрий. Сегодня гостем нашей программы был доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией астрокосмического центра ФИАН Юрий Ковалев. Увидимся в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин